Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители этого канала. Сегодня на обзоре у нас будет дрипка Mason RDA 24 мм. От вот этой вот компании, которой я не могу выговорить полностью название и боюсь ошибиться. Но большое спасибо за предоставленный образец. Использую эту дрипку уже очень давно, очень долго, как я ее получил, распаковал. И забегая вперед, я могу сказать, что она мне очень нравится. Вот данная дрипка зайдет ко мне на постоянку. Но данная дрипка также не всем подойдет, потому что данную дрипку лучше использовать именно на порнокойлах. Какие-то микрокойлы там или параллельки, те же тут уже не котируются. Тут уже нужно что-то такое серьезное. В самом начале, когда я начал использовать эту дрипку, для меня всплыл в ней один минус. Но потом оказалось, что это я криворукий рукожоп. И все стало нормально, мне Дима из ProVape House показал, что я ее сделал неправильно. Так как у него есть тоже такая же дрипка. Но что именно, я покажу вам вот там вот на столе. Также могу сказать, что эта дрипка просто отлично передает вкус. Хоть и здесь он боковой, но она просто офигенно передает вкус. И очень хорошо наваливает. А теперь переместимся на стол и посмотрим ее поближе. Сейчас вы видите всю комплектацию Masona 24 мм. Они еще бывают 30 мм и 40 мм диаметром. Также бывают в черном цвете и в стальном цвете. В самой коробочке у нас находятся допы. Здесь у нас идут в комплекте две стойки плюсовые. Одна из них медная, другая стальная. Винтики, отверточка и оринги. Также в комплект входит вот сам переходник, который сюда вкручивается внутрь Masona. Вот он здесь. Он идет как запасной. Он пластиковый, с пластиковой резьбой. Но проблем у меня с этим не возникало. Отверстия специально сделаны для удобства раскручивания. То есть вы можете вставить сюда пинцет и спокойно его открутить. Сам дриптип. Вот такой вот он широкий. Он металлический. И идет пластиковый. То есть какой вы хотите выбрать, тот и будете использовать. Также в комплекте у нас идет Nechrome 22 гейдж Bobware. И вот такая вот упаковка ваты Cotton Baccon Beats. Вот как вы видите она сейчас запакована. Но на WaveX, по которому я был, люди которые наматывали, мне говорили, использовали эту вату. Она точно так же очень хорошо проводит жидкость, как и Kendo Wave Cotton. Вот на своем верю. Да и они мне бачок один тоже намотали с помощью такой ватки. Проблем у меня нету. Все классно. Теперь давайте произведем замеры. Вес данной дрипки с установленными туда двумя фьюзетами 44,8 грамма. Ну, почти 45. Посадочное место этой дрипки вместе с юбкой у нас выходит 24 миллиметра. Высоту сама дрипка у нас 44 миллиметра. Внутренний диаметр самого дриптипа 9,8 миллиметра. Это там, где именно в месте вывода пара. Само посадочное место под дриптип 12,1 миллиметра. Может быть кому-то пригодится. Может у кого-то есть свои дриптипы. И кто-то думает, может будет использовать место такого, свой какой-то любимый. Но там, где подойдет сам диаметр. Теперь по внешнему виду самой дрипки. Значит, здесь вот такой вот значок располагается. Я точно не знаю, имеет ли он отношение к масонам или нет. Но здесь по бокам написаны японские иероглифы. Вот видно это хорошо очень на коробочке. Вот мой друг увлекается Валера японским языком. И он посмотрел, сказал, что да, это японские символы. Дальше по самому дизайну вы видите здесь отверстия. Они служат для охлаждения самой дрипки. То есть, когда пар поднимается наверх, он нагревается сам этот топкэп. И отсюда рассеивается тепло. И это очень классно. И по дизайну красиво смотрится. И функционал с собой несет. Как вы видите, отверстие самого дриптипа довольно-таки широкое. Вы можете спокойно закапывать вашу дрипку прямо отсюда, не снимая саму юбку. Дальше отверстия регулировки воздуха. Давайте замерим их на всякий случай. Может кому-то будет интересно. Ширина его 7,5 мм. А в высоту 2,8 мм. И это одного отверстия. Здесь их можно открыть два. Ну или в принципе его можно вот так вот регулировать, прикручивая подачу воздуха или полностью открывая. Очень интересно реализована система. Это очень классно. Все крутится довольно-таки туго. То есть, не то, что вы не можете повернуть. Видите, я спокойно поворачиваю. Но само по себе оно не сместится. Настроить подачу воздуха только на одну спираль будет невозможно. Эта дрипка рассчитана только под две спирали. Снизу у нас располагается медный пин. И вот с ним есть нюанс. Видите, он очень сильно выпирает. И из-за этого не на все моды он накручивается полностью. Потому что на некоторых модах ход пина не позволяет полностью накрутить эту дрипку. Будьте аккуратны, если вы ее себе приобретете. И будьте внимательны, не накручивайте его через силу. Иначе вы выдавите себе пин. Решение данной проблемы есть. Но тут придется уже приложить ваши руки. Вообще, данная дрипка была рассчитана на американский рынок. То есть, она вообще родом из Америки. Где в данный момент любят использовать в основном мехмоды. И, скорее всего, эта дрипка очень хорошо бы подошла для мехмода с гибридным коннектором. Вот на 24 миллиметра. Но решение этой проблемы есть. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой. И вы используете в основном один мод. И не хотите, чтобы она у вас нависала. То нужно сделать следующее. Изначально я думал, что нужно подпилить сам пин. Но, вытянув данный изолятор. Я вот сейчас закручиваю сам пин внутрь. И он полностью закручивается туда. Из-за этого мы делаем вывод. Что не в самом пине, не в длине пина дело. А дело в этом изоляторе. Как вы видите, сам изолятор довольно-таки плотный. И вам нужно будет не внутреннюю часть немножко спилить. А вот эту часть немножко обработать. Толщины здесь хватит. И убрать какой-то небольшой слой. И тогда вот этот сам изолятор сядет глубже. Вместе с самим пином. Кстати, один из минусов. Запасного пина в комплекте нет. Там есть только болтики под стоечки. А вот пина нет. Поэтому будьте аккуратны, не потеряйте его. Думаю, найти, подобрать можно будет запасной. Но все же. Бегло посмотрим на саму юбку. Вместе с топ-кэпом. Вот так вот это все выглядит. Здесь, конечно же, скапливается много жидкости. Но при этом всем в рот она не летит. Не плюется. Иногда придется салфеточкой это все протирать. Ну, в принципе, стандартно. Как и в любой дрипке. Сама дрипка не покрыта краской. Это травление. Что увеличит срок службы вот этого вот. То есть она не будет облазить. Не будет сильно царапаться. Ну и тому подобное. Эта часть, как я говорил, тоже разбирается. Можно выкрутить сам вот этот переходник. Вот. И заменить его на запасной. Если у вас что-то случится с этим. Также в вот эти вот проточки я не сказал, что сюда будет забиваться постоянно какая-то грязь. То есть что-то где-то. Пыль, грязь. Еще все будет внутри там. Но, в принципе, вы берете эту дрипку, когда вот хотите ее промыть. Я специально ее не промывал. И вы берете, когда ее решили полностью промыть, вот эту часть под воду. И все отсюда из этих отверстий вылетит. И у вас будет полностью чистая дрипка. Теперь самое интересное. Здесь у нас база. Как вы видите, она трехстоечная с раздвоенной плюсовой. Но можно и заменить и под одну стойку. В комплекте есть, как я говорил, медная и стальная. Сама ванночка, как вы видите, примерно, конечно, диаметром там где-то 17 миллиметров. А глубиной 5,2 миллиметра. Ну, на камеру это было неудобно замерить. Поэтому я замерил за кадром. Глубина ее 5,2 миллиметра. Как вы видите, вот таким образом это все меряется. Проточки для установки койла здесь очень широкие. Здесь 2,1 миллиметра. Ну, они такие внушительные. Сюда фьюз зашел просто так, налегке. Сами винтики очень удобные. Они массивные, большие. Винтики не перерезают саму намотку. Все очень хорошо, все классно сделано. В данной дрипке можно было намотать что-то и побольше. Но вот так вот тоже мне вполне хватает. Кто-то может спросить, как держит вообще дрипка. Не протекает ли она? Держит ли эти оринги? Значит, держится здесь все просто отлично. Я думал сначала, что будет фигово. Но на самом деле никаких протечек, ничего я тут не получал ни разу. То есть, ну, можно, конечно, перелить ее и тогда, конечно же, вы получите эту протечку. Оринги держатся настолько плотно, вот насколько нужно. То есть, вы их с небольшим усилием, вы их снимаете и одеваете. То есть, все отлично. В этой дрипке оринги удерживают саму эту юбку настолько хорошо, что можно вот спокойно себе вращать воздуховод и не сместиться отверстие подачи воздуха. Вообще все отлично. Но есть нюанс с моей рукожопостью. И когда я думал, что я вот обосрал эту дрипку, что за фигня, американское качество, говно. Но Дима из ProVape House мне показал, когда посмотрел, говорит, да ты ее неправильно одел. И когда он увидел, как я ее использую, вот эта стрелочка у меня стояла вверх. И, естественно, здесь она снималась гораздо легче. То есть, держалась как сопля. Но я думал, что может так и надо. Они же любят вот так вот постоянно открывать, закрывать, чтобы закапать. Ну и дрипочку постоянно так нужно делать. В общем, вот эта стрелочка должна смотреть вниз. И тогда все будет сидеть гораздо плотнее. Если вы обратите внимание, здесь даже есть специальная прорезь. Вот такая вот внизу. Здесь ее нету. Вот здесь она есть. Как вы видите, она работает как небольшая такая защелочка. Пазик, который заходит в нижнюю часть самой базы. И тогда все держится отлично. Теперь мы переместимся наверх. И поговорим еще немного вот о этой дрипке. Массом 24 мм. Как я и говорил в самом начале, эта дрипка у меня остается на постоянке. Я в восторге от ее вкуса передачи, от качества сборки. Данная дрипка в Америке стоит 45 долларов. Я считаю, что это хорошая цена для такого качества, для такой вкуса передачи, для такого дизайна. Это просто отлично. В Китае хорошие дрипки стоят где-то в районе 30 долларов. Тут немножко доплатите, мы получаем дрипку из Америки с хорошим качеством. Как я и говорил, данная дрипка останется у меня на постоянке на данный момент. Я с удовольствием ей буду пользоваться. И если у вас будет возможность себе взять такую дрипку, я лично могу рекомендовать ее купить. Дальше уже подумайте сами, хотите вы ее или нет. Ну что ж, надеюсь вам было интересно, эта информация полезна. Ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии, свои мнения о этой дрипке. Может у кого-то она есть, кто-то пользовался, я что-то может забыл сказать. Напишите об этом в комментарии, как вам эта дрипка, если вы ей пользовались. Так что ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем удачного, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok